Открычил. Галпий. Значит, сегодня 73-й псалом. 73-й... Давайте я, ну, поставить сразу, наверное, картинку надо, да? Да, я тебя сделал кухостом, ты можешь делать. Сейчас я просто смотрю, чтобы не припутать, что я ставлю. Ага. Значит, 73-й псалом открывает третью книгу псалмов. Значит, как известная книга псалмов поделена на пять книг. И третья книга открывается один псалмами Асапа. Мизморно Асап, который имеет в заголовке имя Асапа, так или иначе. Асап это один из может быть род храмовых певцов, левитов. и все эти псалмы тяжелого содержания. Они сильно, во-первых, они отличаются стилистически от псалмов Давида. Они другим, как бы сказать, другим языком написаны. то есть, то есть, вот смотрите, но для тех, кто много читал, они сразу чувствуют, что они начинают спотыкаться на словах. Вот, когда начинают читать псалмы Асапа, то сразу начинают спотыкаться на словах, видя, что другой, ну, то, что у умных людей называется тезаурус, другой словарный запас, чуть-чуть другие активные слова полюбляются. Я не люблю пользоваться такими словами, я их книжках читаю, сам не произношу. У них чуть-чуть другой словарный запас. Они другие по интонациям, и они как бы они более исторически привязаны в некотором смысле, потому что как бы Асап всегда описывает ситуацию трагедии и описывает то, как он переживает эту трагедию, при этом как он переживает национальную трагедию, и при этом он всегда считает себя частью народа. То есть, вот, Асап и они, я, которые будут в этом псалме, это всегда не только он, но и как бы народ в одном лице. При этом, значит, Псалом, он, наверное, один из самых драматических, именно в части перелома взглядов героя, и как он воспринимает мир. Дело в том, что Псалом, я пока его не читаю, а сразу забегая вперед, занимается некоторой ситуацией, когда злодеи, неважно, каким образом они стали злодейными, это поработители или просто богатые люди, в любом случае, люди, устроенные в жизни по той или иной причине. Значит, вот, например, об этих людях есть весьма крепко по поводу, поэтому как ожерельем гордыни украшаются, задницу награбленным прикрывают, причем там в оригинале именно это грубое слово стоит. Но грубое, можно подумать, что существует хоть одно негрубое слово для обозначения этой части тела. Я еще самое мягкое выбирал, да, когда пытался подобрать, потому что мне-то хотелось поначалу поставить совсем грубое слово, но как бы в салмах ну, совсем вот ставить что-то грубее зайдется как-то неудобно. Да. Но опять надо сказать, что это слово пророки употребляют довольно свободно и всегда грубо употребляют его. То есть он говорит про то, что благоденствуют нехорошие люди. А хорошие люди соответственно страдают. И как с этим надо жить? Вот теперь довольно важный момент. Вот я обратил внимание, я не читаю псалом просто рассказываю, что происходит. Происходит то, что Асаб видит, что злодеи процветают. Значит, при этом, что самое интересное, он не говорит вторую сторону этого постановки этого вопроса, а именно вторая сторона вопроса, как известно, это обычно полная формулировка этого вопроса, почему злодеи процветают, а праведники страдают. Здесь нет вопроса, почему праведники страдают. Кстати, теологически, как это ни странно, на практическом уровне, как-то вопрос, почему праведники страдают, это некоторый вопрос книги Йова, на который обычно и там друзья книги Йова дают плоский, как впоследствии выясняется, довольно пошлый ответ по поводу того, что любой человек, который сталкивается, что я на жалобу я правильно себя веду, а страдаю, всегда может слопотать в ответ, а ты еще докажи, что ты праведник. Поэтому как бы в практической плоскости страдания праведника очень легко решаются. Может быть, он и не праведник. А вот почему процветают злодеи, как бы вот это то, что ситуация несимметрична, это же не сразу заметно, в этом псалме это очень хорошо заметно. То, что ситуация несимметрична, злодей не может сказать, а может быть, я праведник. вот ну вот не может, но все же видят, все свидетели тому, кто ты есть. И почему же он процветает? И вот здесь я хочу немножко отвлечься и заметить одну вещь, которую я услышал в лекции Раба Шабата. Он здесь из Малая Думи. И он обращает некоторое внимание на то, что я как-то не очень замечал. Дело в том, что обсуждение вопроса о процветающих злодеях и страдающих праведниках, оно поощряется Торой. Вот давайте вот какой термин отребим? Тора как бы считает правильным обсуждение этого вопроса. Где мы видим тому доказательства? Твет очень простой. Когда эта история с городом Содомом и Амурой по Амурой, когда Абрам торгуется с Всевышним, причем торгуется вот в самом буквальном смысле этого слова. Абрам Всевышний говорит, что он сейчас собирается уничтожить город Содом, город Содом, Абрам говорит, ну разве так можно, разве так можно, вдруг там найдется 50 правил. Ну Всевышний говорит, ну если там найдется 50, я прощу. дальше идет торговля, а может быть не 50, а 40, может быть 30, может быть 20, может быть 10, на 10 Всевышний говорит, ну хорошо, 10 и будет, договорились, вот 10 правил. На этом сторговались. Ведь Всевышний весь этот разговор мог прервать совершенно простым образом, говорит, ну а вдруг там 50 правил, Всевышний ухмыляется, говорит, там и 10 не найдется. Ты о чем? Нет, 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 вот идет такая большая большая длиннота торговли, вот это торговля. Безусловно, это призывает нас, безусловно, один из уроков состоит в том, что праведнику прилично торговаться Всевышним. Мошет последствия будет делать, когда Мошет, когда Всевышний говорит, давай я прибью этот народ, Мошет говорит, ну как можно, ну что же про тебя скажут, ну совершенно торговые такие разговоры, и это правильно, и то, что многократно я говорю, что вы никогда не забывайте, что пророк это не только тот, кто передает мнение, не только тот, кто выступает от имени Всевышнего перед людьми, но он по своему типу мышлению, по своему характеру, это тот, кто выступает от имени людей перед Богом, и вот классический пример пророк Ильягу, когда он посмел сказать, забыли, оставили тебя народ Израиля, то за этим сразу последовало, что ты больше пророком быть не можешь, передай правление пророчества Ильише, ну и так далее, и так далее. пророк, то есть, пророк, который прекратил защищать людей, он как бы теряет статус, он уже неправильный. Вот это такая важная роль. Но в этой истории, кроме того, что правильно Абраму правильно подглаваться с Богом, то, что мы слышим в этой истории, есть еще одна история, что вот это выяснение отношения, может ли погибнуть город, когда там есть праведники, это тема заслуживающей обсуждения. И это то, что вот эта история нам говорит. И я замечу, вот у Хазель в Талмуде есть такое замечательное место, где Моше произносит значит Ходейни Даркехов «Поведай мне свои пути». И в Талмуде в трактате «Брахот» идет спор по поводу того, поведал или не поведал. Вот там из ответа, из того, что происходит после этого, неясно получил Моше ответ или нет. И какой вопрос был. Что такое вопрос «Поведай мне свои пути»? И там уверенно Талмуд говорит, что Моше просил ответ на вопрос «Злодей, которому хорошо и праведник, которому плохо». И далее идет то, что Моше просил. и получил он ответ на этот вопрос или нет. Это спор мудрецов с Раби Мэйром. Раби Мэйр говорит «не получил», что это на этот вопрос Всевышний не ответил. Мудрецы говорят «да, получил». И там длинный разговор про какие праведники страдают, какие нет. Это не очень для нас важно, потому что к этому псалму, как раз к нашему псалму нас интересуют злодеи, которые благоденствуют, а не праведники, которые страдают. Но вот это мнение Раби Мэйра, Раби Мэйр человек был парадоксального мышления и очень я даже не знаю как слово подобрать, но знаменитый Медраж то в начале рассказа сотворения и вот весьма хорошо в рассказе сотворения мира многократно это самое в конце когда говорится я смотрел всевышний то что сделал и вот все это то в мэот примечание к слову мэот к слову мэот примечание Раби Мэйра и в пинка сошель Раби Мэйр и в записной книжке памятной книжке Раби Мэйра было помечено то в маот что смерть это хорошо это вот такой человек ну и жена ему подставит Брурия да так вот не получил вопрос почему мудрецы считают что поведает дорогу то что просит Моше он просит ответ именно на этот вопрос ответ на самом деле как ни страна чин потому что Абрааму Всевышний в книге Берешит говорит потому что Абраам заповедует своим сыновьям и своему дому после себя чтобы они вот теперь внимание будут беречь дорогу Всевышнего выполнять то есть всевышнего путь Всевышнего это справедливость и суд по этому поводу когда Моше говорит поведай мне свои пути то пути нам объяснено в книге Берешит это справедливость и суд по этому поводу это как бы один из центральных вопросов причем вопрос центральный как бы именно монотеизм потому что например у греков вопрос почему страдает избранный я напомню в рассказе про Геракла да Геракла все эти страдания Геракла ну кроме скверного характера его действительно чудовищно скверного там Гера ему все время обиженная на своего мужа ему все время гадости строит там ответ-то можно дать всегда можно сказать что против праведника работает сатана ответ который намекает Йов кстати в начале книги несколько раз но всегда есть такой ответ как бы в хорошем монотеизме такого ответа нет в хорошем монотеизме такого ответа нет и быть не может по этому поводу это действительно вопрос именно монотеизма как может быть у благого Бога существовать ну в данном случае и по словам вопроса нашего псалма как может в этом мире происходить то что злодею хорошо именно вот так начало книги начало блока псалма фасафа он начинается именно с этой постановки вопроса ах тофлей сре элугим леварей лева ах это бесспорно ах это вот так благ для израиля Бог благ для чистых сердцев выделенные слова которые вы видите в ивритском тексте это для меня для определения структуры псалма выделены повторяющиеся слова по разным причинам но это скорее для меня вот барей барей лева чистые сердцем это не только чистые это еще отборные вот здесь всегда надо понимать что бар это чистый как отборный это чистые как без примесей это не чистый как чисто вымытый а чистые без примесей это вот такой чистоты поэтому чистые руки вот что происходит при переводе чистые руки они не тот образ чистые руки можно вымыть а сердце нужно очистить от примесей это вот другая чистота немножечко с этого вот с этого утверждения начинается псалом после чего после чего идет рассказ о страдании автора вот автор начинает осад начинает с того что говорит Бог благо Израиля это догматика я это знаю вопрос что я знаю что я чувствую что я вижу что дано мне в ощущении они здесь они нужно выделить а я кемеат на таю радлай а я вот послушайте оригинальная интонация должна быть такая а я почти едва не не споткнулся как ничто как ничто совсем ничто ослабили мои ноги ну в данном случае мышцы ног физиология нам не нужна уделенная выделенные два стиха вот для хасидов например вот это место является некоторой основой для они вот это вот ивритское я да и айн вот это которое нет которое не и нет это же перестановка букв трех одинаковых букв по этому поводу огромное количество хасидских пропований по поводу айн это вот отсюда идет но обратите внимание что это уже в псалмах эти слова сопоставлены они одинаково вот этот вот ромбик сверху выделить паузы это вот так читается почему ибо я позавидовал Гололима это весело живущие люди которые золотая молодежь ну вот все уберите да но те которые ведут роскошный образ жизни совершенно не думая об окружающих и устраивают гонки на машинах соревнования безумные кто больше выпьет и тому подобное шловра шаим р.э увидя видя благоденствие злодеев нормально им завидовать ну посмотрите люди кушают икру ложками пьют шампанское мадам клейко что там еще ну сами придумайте благоденствие здесь трудно переводить потому что харцубот это может быть кандалы узника но тогда непонятно причем здесь смерть что они не в кандалах идут к смерти может быть и грузны животы то есть они отрастили себе брюхо тут надо грубо переводить довольно таки что они умирают без страданий это вариант перевода они умирают без страданий и отрахивают себе жир огромное брюхо не причастны они к страданиям причем не к страданиям а к трудам это тяжкий труд с сравним с страданием они не трудятся в поте лица своего вот это они не трудятся не имеют отношения к труду в поте лица с людьми они то что постигает несчастье которое постигает людей их они не имеют к этому отношения а поэтому поэтому их ожерелье гордыня украшают задницу награблено награбленное слово хамас это не награбленное для удобства перевода потому что хамас это неправедно нажитое это не обязательно прямой грабеж это может быть избыточная эксплуатация это может быть мошенничество это может быть что угодно слово хамас это неправедно нажитое это куда точнее но как бы традиция перевода если точно то от жира выпучиваются глаза их сердца жиром набиты вот так дословно глумятся а грабежи и злодейства свысока вещают сверху вниз обратили против небес уста тут трудно может быть уста на небесах там вот синим шрифтом вариант перевода спор комментаторов а язык их разгуливает по земле вот это дословно это именно такой вот именно этот оборот именно разгуливает именно по именно по земле поэтому они вновь наводят ужасный народ выживают из него соки и мало того скажет разве знает бог говорят они разве есть знание свыше и вывод 12 стих конец отрывка вот вот это преступники живут вечно благе шалва это шалиф это безмятежность безмятежные в мире и они достигают успеха вот это возможно но то что здесь говорит я напоминаю начало я почти споткнулся я им завидую это говорит осан я им завидовал и это нормально вот видите такое благо это нормально завидовать тем кто хорошо живет это может это естественно давайте вот такое слово более невинное слово это естественно далее осан возвращается к себе описав как ему тот кто из вас в детстве был замучен культурой и его водили смотреть синюю птицу может быть помнят как герои подсматривают за балом богаче и делят воображаемые пирожные да ну вот это вот вот это вот это здесь да это вот здесь значит теперь я где в этой истории начало нового стиха тринадцатый начало нового отрывка ах рик заките лавави я напрасно вот теперь зака это чистый как очищать очищал сердце свое мыл мыл чистоте до чисто руки свои во и на гор все жизни все дни жил в несчастье то самое о которой выше было сказано вот это вот это нагуа вот это это то которое выше было сказано что к людям несчастье их не прикасаются вот этих богатых людей я жил в несчастье и в это хахте либ либ карим и каждое утро страдал это самое я асап им амарти асапрах кмо если бы я сказал нечто вроде этого вот здесь надо длинно перевозить я бы предал поколение твоих детей вот первый раз мы обнаружим что асап говорит от имени поколения подумал я разобраться в этом узнать это и это амаль напрасный тяжелый тяжким трудом это было показалось кстати более-менее похоже на стилькогел в данном случае мне казалось что это амаль напрасный труд или слишком тяжкий труд но только когда я пришел к святилище Божьему святилище в множественном числе кстати я понял что будущее их кстати это вообще-то цитата если бы они набрались ума они бы поняли будущее как дальше это из песни Гаезина в конце книги дворин в конце пяти книжек сам я обратно внимание перед этим там если бы набрались они разума то они бы поняли это вот стата оттуда ах ах бхалахот тасим ламо тасит ламо на сколько места ты их поставил ефлатам ламасоа выделил чтобы низвергнуть в пропасть эй хаюлы шама харэга какие развалины они превратятся в один миг сафу таму коль балагод пропадут исчезнут как в кошмаре как разновидность кошмара ночного кэхалом мэгэкэц адунай паир цалмам тэбзэ как сон по правуждению владыка ты сделаешь их презренным их облим и едхамэц лвави ибо ну горечью по-русски ну нельзя сказать закислило сердце мая бэх кильютай штомэн почки пронзает боль замечу пока опять эта теория что которую мы встречали уже она встречала в псалме дня субботнего она где только не встречается что злодеи значит благо благо дентствия злодеев оно временно это стандартное место в книге дгилим ну стандартное это некоторая идея которая повторяется в нескольких псалмах но в том числе скажем в псалме дня субботнего самоизвестное но еще раз мне все это горько мне все это кисло вот в 21 стихе мне это кисло я как теленок несмышленный скотиной был перед тобой они и вот здесь начинается ответ как это ни странно временность страдания злодеев оно это не ответ это ответ не тот о котором шла речь потому что этот ответ что оно временно оно все равно не удовлетворяет потому что на самом деле правильным ответом является вот этот и он совершенно поразительный в этом псалме а я всегда с тобой возле тебя ты держишь меня за правую руку вот эта сцена где бог ведет человека как ребенка за ручку она вот ты указываешь ведешь меня по дороге ведешь меня это два комментария к этому месту в зависимости от того где стоит вот этот правильный а потом ты заберешь меня к славе именно так потому что слово ахар отделено от этого а потом кого-то а потом ты заберешь меня к славе но если этот знак перенести вот на это слово на следующее как второй комментарий раши первый комментарий раши вахар кавод после того как ты переведешь меня к славе ты заберешь меня это два комментария в этом месте кому интересно я к минхатча и отправляю и дальше начинается самое важное вот это переворот ты ведешь меня за ручку поэтому все вот это кто нужен мне на небесах и когда я с тобой кто что мне нужно название обмирает сердце мое и тело мое бог навеки твердинность сердца моего и участь моя моя доля в этом мире ибо ибо отдаляться от тебя ибо отдалившие от тебя пропадут только видишь те кто зумные это блудят от тебя и они керваты локим литов а я вот это длинное отделение близость бога мне благо правильное чтение для тех кто читает будет правильное чтение всего стиха оно вот такое для тех для тех кто не знает определяется что читается между четырех между этими буквами ну давайте вот обратим внимание на этот хирик вот здесь точка огласовки ставятся от того что читается вместо четырех буквы новой имени ну для примера и у и 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 Ладно, там по-другому огласовки ставятся. Но должен стоять камад с шва, камад с сго. Значит, что здесь? И этим кончается. И вот вдруг мы обнаруживаем, что ответ на все эти проблемы, он ответ книги Йова. Один, я не буду сейчас входить в точные тонкости. Это ответ такой же, скажем, как книги пророка Хабакука и еще. Фокус Водков. Что является ответом на непонимание, почему неправедные люди процветают? Что отвечает автор? Какой ответ? То есть, вначале ты их уничтожишь, а это ненадолго. Но это не ответ. Ответ, как это ни странно. Когда я понял, что такое правильно. Ответ, вот оно, где переворот. Переворот вот в этом стихе. Переворот происходит вот в этом стихе. А я, я всегда был рядом с тобой. Потому что вывод, вот он. Ваони кирват илоким литов. А для меня близость к Богу – это благо. А те, кто далеко от тебя, те препадут на предыдущем стихе. По этому поводу, обратите внимание, начинается «Ахтоф Исраэль». Ла Исраэль илугим. Лаварэл Иван. Бог – благо Израиля. Что такое-то благо в конце? В близость к Богу – это и есть благо. Как бы то, что пытается сказать, то, что говорит автор. И это вот трудноуловимое, но, наверное, самое драматичное, что бывает вообще в книге псалмур. Где автор говорит, что правильный ответ на вопрос о благоденстве злодеев – это моя близость к Богу, который снимет этот вопрос. Она не даст ответа на это вопрос. Вот я хочу подчеркнуть. Близость к Богу не даст ответа, почему процветают злодеи. Близость к Богу даст, снимет этот вопрос. Потому что благо, поэтому само, это просто близость к Богу. Причем, каким образом это говорится? Вот здесь есть 17 стихе. Когда я пришел к святилищу Божьему, мы не знаем, что это такое. Есть серия комментариев, я не буду сейчас говорить, но место, где узнают праведные мысли, то там, в святилище, в месте, где сидят судьи, в месте, где сидят мудрецы, они говорят, вот это ответ, который можно услышать от грамотных людей. Но, вот то, чего много раз говорил. В книге Йоба есть очень интересный момент, где те, кто говорят по книгам правильно, оказываются в конце неправы. И это в священной книге. Причем Рамбаб, когда говорит про книгу Йоба, про те, кто говорит, они говорят, что Элипас кругом прав, пишет Рамбаб. И это право. Но книге Йоба, он неправ. Дальше Рамбабу надо отвечать, почему Бог признает Элифаса неправа. Здесь происходит то же самое. Когда он зашел в место, где должны освящать Бога, где говорят грамотные люди, то они дают стандартный ответ. Ум, ненадолго падут. Злодеем плохо кончат. То, что они говорят, вот то, чего по агитке некоторые, регулярно повторяющиеся в устах тех или иных людей. Мы же видим, что те, кто в Бога не верят, они там становятся, они богатеют. Такая пресвитерианская мораль немножечко. Ежели человек благоденствует, значит, он угоден Богу. А Саф говорит, что за чушь. Мы видим, что это не... Вот что здесь происходит? Я пришел в место, где должна быть святость, где мне должны дать ответ. Мне дали теологически корректный ответ. Они плохо кончат. Вот этот ответ 17-й по 20-й стихи... Стихи... Стихов... Стихов... Это теологически правильный ответ. Какой на него ответ Асаапа? Преднимание. Я пришел, чтобы понять, какое будет пользование. И получил ответ. На скользкое место они стоят, они в развале, они пропадут. Как сон пробуждения. И так далее. Но... 21-й стих. Китхмысл лови. Но на сердце у меня горько. Вот это ки, это противостоявление. Но на сердце у меня горько от виденья. Теоретический ответ меня не успокоил. Выкильютай эштонэм. И мои почки пронзает боль. Я скотина, непонимающая. Я как скотина перед тобой. Эти объяснения мне не удовлетворяют. Я не готов их принять. И вот 23-й стих. Переворот. Весь переворот того, что происходит. Вот этот драматический взлет. Я всегда с тобой. Ты ведешь меня за ручку. Ты ведешь мой путь. Мне, я не вижу благоденствия и злоделия. Вот это то, что здесь. Потому что тоф – это близость к Богу. А зло – это отдаленность к Богу. По этому поводу близость. Вот это кончается. Начинается псалом слово «то» – «в благо» и кончается. Я своим убежищем полагаю владыка своего Бога, чтобы рассказать всех великих диджетных людей. Это один из важнейших псалмов. И действительно, вот этот драматический переворот, который происходит в 23-м стихе, вопрос именно следующий. То, что нам сказал Ассав. Близость к Богу не дает ответы на вопросы, а снимает вопросы, как пустяк. Чтобы было понятно. Я считаю, что ответ книги Йова, о праведнике, который страдает, и о злодеях, которые будут гладеть, к которому Йов возвращается раз за разом по протяжении всей книги, в книге Йова, в книге Хавакука, кстати, вторая глава книги Хавакука и псалом, который кончается, эта книга, они все про это же. Явление Бога не отвечает на вопрос, а снимает вопрос. Потому что благо – это не ответ, а близость Бога. Вот это смысл этого псалма. Вот он про это. Читать его и понимать его – это, может быть, ответ по Раби Мейру в Талмуде, который говорится в трактате про ход, что Бог не дал ответа Маше о его путях, но близость Маше к Богу, которая там произошла, покажешь всю славу, провел всю славу перед Маше, это вот там. Близость к Богу, она снимает вопрос. Ну, вот где-то то, что я хотел сегодня сказать. Мэр, 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 послушай, а вот мне, скажи мне, а человек, меня слышно вообще? Да, слышно. А человеку не нравится то, что существует зло и несправедливость? Или это зло и несправедливость его как-то таким образом его мучает, в смысле даже физически? Нет, безусловно. Я им завидую. Это больше, что здесь говорится про злодеев? Ну, прочтите еще раз. Вот завидует, а так это же зло? А почему зло? Я... А что завидует? Я чуть не поскользнулся, потому что позавидовал. Позавидовал праздноживущим. Да? Гололим – это праздноживущие. Хумель, Гололут – это пьянка. На самом деле, вот в книге Кагелот, когда говорится Гололут, это веснование пьянца. Это как-то пьяное... Какое там слово нужно? Пьяное безумие. Пьяное безумие, да? Я позавидовал тем, кто могут, когда увидел благополучие, это у него... Он не страдает, это не его преследует, а он говорит про... Ему завидно поначалу, я вначале и позавидовал. Вот что говорится. Но что важно? Вот, смотрите, вот здесь есть очень смешное место. вот... Честно говоря. Ну, если конкретно... В пятом стихе... У Йова-то, например, у Йова же было... Его мучили, его мучили, его... Здесь этого нету. Здесь этого нету. Вот это злое, да. А что... Ну, другие благоденствуют. Вот, смотрите, давайте я покажу кое-что вот здесь. Вот в Псалме это вот так устроено. Смотрите сюда. Девятый стих про злодеи. Установили на небесах свои уста. Дословно. А язык их бродит по земле. Значит, уста на небесах, язык на земле. В девятом стихе. У злодеев. То ли вещают свысока, то ли против небес обратили уста. Непонятно. Двадцать пятый стих. Мне никто не нужен на небесах и на земле. Вот это возвращение небеса и земля. Там язык на земле и на небесах. А здесь мне ничего не нужно, когда ты рядом со мной. Двадцать пятый стих. Кстати, я хочу заметить одну вещь. Мы, кажется, выяснили, что я YouTube не могу проиграть. Дело в том, что вот вот эти стихи от 23 по 26 вот эти стихи, они на кучу народу производят грандиозное впечатление. И, например, одно из самых знаменитых ранних произведений барокко, нечто вроде реквиема, немецкое, оно именно на эту часть, но оно именно реквием у немцев оказалось. если кому-то хочется, я могу поставить ссылку, чтобы вы могли послушать. Хотите, я поставлю ссылку, все равно, по-моему, проиграть не получится. Это Генрих Шюц. Слышно, нет? Пока нет. Сделай погромче. А что ты имеешь в виду, что вот, как бы, например, контакты Баха, например, Бах, это он сильно до Баха, Бах это уже не, ну, совсем не барокко, это уже сильно после. А этот шестьсот, вторая половина семнадцатого века. Я имею в виду, что идея, вот, например, как Баховская контакта, я не помню номер, вот это Ихабы Бгенук, ты, наверное, ее знаешь? Нет, конечно, знать всего Баха невозможно по названию. Нет, контакта, она какая-то очень такая. Нет, контакты не больше. Ну, ладно, я пошел, Леха Шук. Не важно. Но вот этот отрывок, который на самом деле у немцев и у кучи народов, он входит в реквеме, всевозможное произведение реквема типа. У Сюйца, кстати, это, по-моему, очень хорошо передано именно вот краурная вещь. Я всегда был возле тебя, послушайте, сопровождение человека к смерти. Я всегда был возле тебя, ты указывал своим советом мне путь и забрал меня и умерло сердце, там именно умерло у немцев, умерло тело и сердце мое, а Бог он твердыни и так далее. Когда ты забрал меня, ну, и у меня ничего не осталось на земле и небесах, там вот такой текст идет приблизительно. Но здесь совершенно другой текст. Здесь не реквием, здесь я оставлю для всех ссылку на вот этот реквием. Это Генрих Ширдс. Очень старый, один, я говорю, он считается одним из первых немецких представителей барокко. Значит, это действительно, как реквием, это качественное произведение, только у нас в Салмах это не реквием. Потому что гибнут, отдалившиеся тебя, это наоборот опора в жизни. Понятно, понятно. Это опора в жизни, это не траурный текст. Ну да. Это не траурный текст в оригинале. То, что немцы делают из этого траурный текст, и я прекрасно понимаю, как это надо перевести, чтобы это превратить в траурный текст. Тоже любой пишущий человек поймет, но у него мысль именно такая. Но, вот я не помню, кто-то из философов, чуть ли не японских, заповедовал на могиле у себя писать «Я был всегда с тобой, ты держал меня за ручку». Ну, на японском уже языке, естественно. потому что это действительно потрясающе. Вот прожить жизнь с ощущением, что я был всегда с тобой, привел меня за ручку. На могиле я готов понять, но еще раз, это не, вот что важно, это не реквием, а это основа для жизни, наоборот, это ровно обратный текст в смысле. ты хочешь сказать, что это не утешение. Что это не утешение, это, наоборот, опора. Ну да, да, я поняла, я понимаю. Опора в жизни. Окей. Спасибо. Диалог с Эллочкой закончился, по-моему. Спасибо, хорошо. Да, отлично. У кого-то есть еще вопросы? Вопросы раз, вопросы два, вопросы три. Все, замечательно. Мир, огромное спасибо, мы будем обдумывать. Всем счастливо, пока. Всем спасибо. Суроту, счастливо.